Интересно, доказанное мой неравенство действительно верно для всех графов или нет? Ну, я его доказал для всех графов. Вот если у графа одна решила, давайте посмотрим, как тогда эта штучка выгляделась. Рёбер тогда ноль. Конечно, ничего страшного нет, потому что я считал, что всё-таки в графе есть настоящие неугольники. То есть я считал, что в графе по крайней мере три решения. То есть наше неравенство неверно, если взять граф только с одной решения. Следующий пример. Если в графе две решения, тогда будет порядка одно ребро. Минус трижды два плюс шесть, что будет? Один. Один. Значит, если в графе две решения, то ребро невозможно нарисовать без того, чтобы на всех есть пол. Странно, правда? Что это означает в реальности? Что вот эта шестёрка? Если я хочу, чтобы неравенство было выполнено действительно для всех графов, я на самом деле писать не ещё прав. То есть, как только в графе три вершины или больше, то всё, вот всё замечательно, настоящие треугольники, всё хорошо, неравенство вверху. А вот случай, когда в графе одна вершина или ноль вершин, это неприятные особые случаи. Ну, когда две вершины, тут ещё не шестёрку, можно было бы заменять на пятёрку. А когда в графе вершин только одна, то шестёрку надо уже заменять на трон. Давайте сделаем вот так. Чтобы не мучиться вот с этой ерунтой, я ведь всё равно сейчас не пытаюсь доказать самую лучшую оценку. Я тут написал нервную константу, поэтому я не пытаюсь, что называется, выжать всё-всё-всё, что можно. Поэтому сделаем так. Вместо вот этого неравенства, с которым, как вы видите, есть проблемы, когда количество решений графа единица или двойка, давайте-ка я перейду к неравенству, которая точно верна для всех графов. С больше или равно R-3V. Господа, вот это сюда. Вот это точно сюда. И, кстати, если вершин ноль и рёбер ноль, то что? То всё равно неравенство верно. Потому что пересечение тогда ноль, и всё будет замечательно. Вы можете сказать, зачем шестёрка, это вообще-то для маленьких, для не очень больших количеств вершин, это важно. Понимаете, когда на картинке количество пересечений не очень большое, то шестёрка имеет значение. Да. Но сейчас я буду рассматривать очень большие числа, и поэтому для этих больших чисел мне она действительно не очень важна. И, во всяком случае, мне интереснее, чтобы неравенства были верны всегда, чтобы просто не рассматривать частные случаи.